Всем привет! Меня зовут Александр Зиненко. Переключите тостер в режим дружеской беседы, так как сейчас начнется техношествие-перезагрузка. Как правило, музей организовывает выставки с ограниченным количеством экспонатов, так как самым вместительным их помещением является музейный архив. Но так будет не всегда. В этом году после трех лет реконструкции в Нью-Йорке был открыт Смитсоновский музей дизайна имени Купера Хьюита. Обновленные залы смогли похвастаться полной коллекцией, которая насчитывает в общей сложности 130 миллионов наименований. Осуществить это удалось благодаря современным технологиям. Рядом с экспонатами в залах находятся огромные 84-дюймовые интерактивные столы, которые предоставляют доступ ко всей коллекции. Каждому посетителю музея выдаются особые маркеры под названием PEN, с помощью которых можно сохранить все понравившиеся предметы искусства в личную электронную коллекцию, доступ к которой вместе с дополнительной информацией о них можно получить на официальном сайте музея, либо все на тех же интерактивных столах. Еще одной гордостью музея стал так называемый всепоглощающий зал Emotion Room, с большим экраном, на который посетители могут вывести узоры из архива или собственное творчество. По правилам музея пребывание в этом зале ограничено пятью минутами. Билет в Смитсоновский музей дизайна в Нью-Йорке для взрослых стоит 18 долларов, для детей младше 18 лет вход бесплатный. Если вы думаете, что для больших свершений вам нужно что-то кроме большого желания, то вы заблуждаетесь. Пожилой инженер-механик Сэт Голштейн на пару с программистом Рэндалом Парсли создали робота-скрипача Robo. Большая подвижная конструкция благодаря замысловатому программному коду способна преобразовывать ноты MIDI-файлов в живую музыку, которую она воспроизводит с разной степенью скорости. Движение смычка и скрипки происходит при помощи электромагнитных механизмов, роторов и шкифов. Струны зажимают четыре механических пальца. Благодаря стараниям энтузиастов, робоу даже способен исполнять пицциката, то есть извлекать звук при помощи щипков, и вибрато, то есть изменять высоту, громкость или тембр при помощи колебания струны. Не так давно столяр Стив Гасс разработал систему, которая защищает от серьезных порезов при работе с электропилой. А в этом году компания Bosch смогла значительно улучшить его задумку. Несовершенство метода Стива заключается в том, что после экстренного торможения лезвие пилы приходит в полную негодность. Во избежание этого новая пила Reax использует сменные картриджи, которые в момент отскока ломаются вместо лезвия. Поменять картридж можно меньше, чем за минуту, тем более, что в комплекте они идут в паре. Наряду с технологией активной реакции стол с пилой оснащен системой умной защиты, которая оповещает о статусе и готовности пилы к работе. Все данные, включая список работников, использовавших пилу, поступают в мобильное приложение, которое позволяет следить за безопасностью и осуществлять допуск к оборудованию на расстоянии. Стоит Reax от компании Bosch 1500 условных единиц. Медицина призвана сделать все возможное для спасения жизни человека, а технологии позволяют сделать немного невозможного. Именно поэтому коктейль из медицины и техники всегда выливается в нечто особенное. Ученые из Гарвардского университета совместно со специалистами из Брикхамской женской больницы представили свой новый подход к лечению тяжелых ран, таких как ожоги, диабетические язвы и пролежни. Их умный бинт осуществляет постоянный контроль за пораженным участком тела и проводит лечение самостоятельно. Умный бинт изготовлен из эластичного гидрогеля с расчетом на то, что он не должен доставлять дискомфорт пациенту. Повязка следит за температурой раны, уровнем PH и насыщением кислородом. Когда один из показателей не соответствует норме, устройство старается его восстановить, а также ставит в известность лечащего врача, сообщая на удаленную панель контроля информацию об отклонении. Это позволяет врачу с большей точностью проводить лечение и впрыскивать необходимую дозу лекарств. Инъекция производится за счет нагревания датчиков внутри умного бинта. Новая разработка позволит не только обеспечить постоянный контроль, но и сократить количество перевязок, которые обычно длятся несколько часов. Создатели утверждают, что если им удастся привлечь в проект достаточно средств, то коммерческая версия их труда появится уже через два года. Хотите взглянуть на наш мир глазами кота? Ну что вы, совсем не обязательно вставать на четвереньки, мяукать под окнами и заводить блох? Достаточно обзавестись камерой Catsticam. Австралийская компания Clemenger BBDO Sydney под патронажем всемирно известной компании Viscos разработала миниатюрные камеры для пушистых любимцев. Камера Catsticam крепится на шею питомца и при помощи датчиков движения выбирает момент для фотографирования. В минуту кошачья камера делает шесть снимков, лучший из которых загружается через Wi-Fi соединение в персональный профиль кота на инстаграме. Если кадр покажется посетителям аккаунта непонятным, они смогут в комментариях прямо под ним попросить объяснения. И специально нанятые компанией Viscos эксперты объяснят, чем был занят кот в момент создания фотографии. На данный момент кошачьи камеры были созданы эксклюзивно для знаменитых интернет-котов. Но Viscos не отрицает, что массовое распространение Catsticam возможно. Для формирования личности человек нуждается в общении. И даже при одновременном отсутствии у него слуха и зрения, оно возможно за счет специального тактильного языка Лорема, который и лег в основу проекта Speechless. Немецкая компания Design Research Labs изготовила перчатку для общения со слепоглухими людьми под названием Mobile Lorem Glove. Так как буквы алфавита представляют собой определенный тип прикосновений к ладони, с внутренней стороны перчатки установлены сенсоры, преобразующие касания в текст, которые через Bluetooth можно отправить владельцу подобной перчатки на мобильный телефон или в соцсеть. С тыльной стороны ладони в перчатке расположены датчики, которые преобразуют текст и даже его переводят с других языков в понятные владельцу вибрации. Mobile Lorem Glove позволяет общаться одновременно с несколькими людьми, не знающими языка Лорема и находящимися на большом расстоянии друг от друга. К сожалению, на данный момент перчатка лишь прототип. Мы все прекрасно знаем, что молекулы, говоря строго ненаучным языком, это маленькие частички, из которых состоим мы и весь окружающий нас мир. Но слышали ли вы когда-нибудь о микромолекулах? Трудно вообразить, но микромолекулы оказывают огромное влияние не только на медицину и биологию, но и на технологический прогресс. Их искусство, создание позволило сделать не одно открытие. Но проблема в том, что синтез такой структуры очень сложное и длительное занятие, которое отчаянно нуждается в автоматизации. Делать шаг в этом направлении удалось профессору медицинского института имени Говарда Хьюгса, Мартину Берку. Вместе с коллегами он разработал машину, которая, подобно 3D-принтеру, способна самостоятельно создавать сложные соединения по нажатию кнопки. Для этого нужно лишь загрузить в нее сочетающиеся компоненты. В данный момент аппарат способен в короткие сроки создать 14 разнообразных видов сложных молекул, что, как заявляют создатели, только начало. Настанет день, когда в собственной квартире среди гор мусора можно будет легко почувствовать себя королем. Просто надев очки виртуальной реальности и стараясь не дышать. В общем, райские деньки уже не за горами. Начинающая компания Rota разработала для виртуального мира вращающуюся платформу с одноименным названием. В основании платформы находятся две педали, которые позволяют игроку вращаться вокруг своей оси, не вызывая тошноты. Создатели утверждают, что из-за новизны технологии погружения в виртуальный мир, поворот головы игрока сопровождается сильным размытием картинки. Да и вертеться, сидя на обычном стуле очень неудобно. Чтобы сгладить эти углы, они и придумали платформу Rota. Трудно судить о пользе подобной разработки, однако если она вам приглянулась, то знайте, что оформить предзаказ на краудфандинге можно за 310 условных единиц. Если вы ищете доступное универсальное средство для чистки и уборки дома, то как насчет воды? Нет, я не шучу, и сейчас вы это поймете. Исследователи из университетского колледжа Лондона разработали из наночастиц диоксида титана водоотталкивающую краску. При попадании воды на поверхность, покрытую такой краской, она начинает скатываться в шарики и скользить по поверхности, поглощая по пути частички грязи, вирусов и бактерий. Во время тестирования ученым удалось нанести краску на стекло, металл, бумагу и вату. Они заверяют, что она сохраняет свои свойства, даже если покрыта маслом, протерта наждачной бумагой и изрезана ножом. При этом, в зависимости от воздействия, она способна сохранять свои свойства от нескольких месяцев до года. Как говорят специалисты из глазной клиники Stroma Medical, карий это хорошо сокрытый голубой. И говорят они это не без оснований. Им удалось разработать процедуру, в ходе которой за 20 секунд с помощью лазера снимается верхний пигментный слой радужной оболочки, из-за чего она становится голубой. Несмотря на то, что процедура длится меньше минуты, глаза изменят свой цвет только через несколько недель, причем окончательно и бесповоротно. Процедура не предусматривает смены цвета глаз с или на другие оттенки. Стоит подобная коррекция 5000 долларов. И легально пока только в Мексике и Коста-Рике. Что ж, это было техношествие перезагрузка. Помните, что внешняя красота кончается там, где начинается внутренняя пустота.